В Советском Союзе у нас нигде не было в автобусах кондукторов Там стояли кассовые аппараты, в которые каждый заходил, бросал 5 копеек Отрывал себе билетик и ехал В Советском Союзе я никогда не видел милиционера на улице с автоматом Я их вообще редко видел Я видел в основном большинство, что мне попадались, это дружинники Там, где я жил, в том доме, у нас больше половины соседей Дверь от квартиры лежал под ковриком, никто никому не залазил воровать В Советском Союзе государство заботилось о своих гражданах, о их здоровье Все были обязаны проходить медкомиссию, потому что это было важно для государства Я вот в детстве как-то поранил палец Ну и родителям долго не показывал, там как-то у меня так получалось проходить мимо них И потом он набух у меня вот до такой степени, стал такой толстый, гнойный Мама когда увидела, она меня схватила и побежала в больницу Когда мы пришли в больницу, хирург на нее начал орать Вы почему не пришли раньше? То есть понимаешь, он работал и он от нас денег никаких не имел Он начал, почему вы не пришли раньше? Вы бы еще чуть-чуть, ему бы отрезали палец У меня когда скрошился зуб, я вот терпелся в детстве, там ходил, там лет 15 мне было Он крошился, крошился и остался один корень Я пришел в больницу, на меня этот доктор, зубной врач, она кричала, говорит Ты почему, ты почему довел до такого состояния? Этот зуб бы тебе запломбировали, он бы простоял бы у тебя всю жизнь То есть для них было это важно Когда у меня бабушка рассказывала, Гагарин полетел в космос Вся страна вышла на улицу, плакала и обнималась и целовалась Потому что они все чувствовали, потому что они знали Что это не Королев запустил этого Гагарина в космос Не Гагарин это сделал, не какое-то конструкторское бюро Это сделала вся страна, начиная от простого дворника И кончая руководителем страны И в этой ситуации не заплатить, не бросить 5 копеек в автобусе, не заплатить водителю Залезть в чужую квартиру было представить себе невозможно Они все делали одно общее дело Я в школе своей, я учился на двойке вообще, был двоечником Но вел себя поведение вообще было отвратительное У нас там были кто-то, октябрята, пионеры, комсомольцы И вот у пионеров был, допустим, подшипный класс октябрята Они за них отвечали У комсомольцев были подшипные пионеры Комсомольцы отвечали за пионеров И меня постоянно таскали на комсомольские собрания Они говорили, ну почему ты не учишься, давай учись Учителя таскали на педсовет, разговаривали так Ну давай учись, ну зачем, у тебя же есть мозги Почему ты не учишься? В оконцовке я вел себя отвратительно Им пришлось сделать так, чтобы я вообще не посещал школу Приходил, сдавал все эти экзамены заочно Получил заочное образование В ПТУ тоже я там недолго проучился Пошел работать на завод токарем Учеником токаря Проработал я там два месяца Мне тоже не понравилось И я делал вид дома, что я пошел на работу А сам выходил и ходил гулять По своим делам Так вот мне с работы, с завода Приехала мастер, которая у нас там была И вместе с мамой сидела, меня уговаривала, чтобы я пошел работать Она говорила Ты сейчас приходи, мы тебе присвоим второй разряд токаря Еще чуть-чуть поработаешь С меня не взяли никакого штрафа Они начислили мне зарплату, которая была положена То есть понимаешь, вся эта система И в школе, и медицинское образование И все, она тебя как бы выталкивала Она тянула тебя к себе То есть они говорили Ты давай учись, ты нам нужен здоровый Потому что они все понимали Эти учителя и остальные прочие Что упадет один куда-то в болото За ним второй, третий И вся система эта рассыпется От нее ничего не останется Они старались ее как-то сохранить Я вот начал пить вообще Алкоголем увлекаться В 14 лет первый раз напился Так что там на бровях домой пришел Ну и после этого начали там выпивать В 15 уже, в 16 лет Ну как-то забрались с приятелями, знаешь Набрали алкоголя на сопке Выпили там чуть-чуть Выпили все, у нас кончилось И мы вдвоем спустились в магазин Взять еще водки Там стояло, как вот у нас показывают По этой хронике стоит куча очереди Ну у нас как бы тогда проблем не возникало Там попросили у кого-нибудь мужика Мы всегда смогли взять себя Попросили и стоим ждем И смотрим в это время Сопки выбегает один из приятелей Не сопки, а из-за угла магазина Выбегает один из приятелей С которым мы пили Рубашка порвана Здесь на руке какая-то ссадина Там кровь откуда-то течет Бежит и там щебенка такая была насыпана Он поскальзывается на этой щебенке Пробуксовывает и падает За ним выбегают два дружинника с повязкой И начинают его бить Тут же вот мы пока открыли рты Как-то даже не сообразили всего Из этой очереди стояли там эти мужики Выделяются два мужика Выходят и начинают бить От их дружинников колотить Ну вот как это бывает Там удар один Удар второй Третий Там четвертый И Они начинают разговаривать Типа ты чё? Они А ты чё? Вот начинается этот диалог И эти мужики им начинают объяснять Вот эти Как я понимаю Сейчас вспоминаю Вот эти мужики Их было они там Получается годов 50-х рождения А дружинники были молодые Лет по 20 Они им говорят Вы чё не видите Это пацаны малолетки Это дети Вы чё с ними Если он чё-то виноват Вы возьмите его под руку И отведите Отведите в милицию Отведите в отделение Пускай его там накажут Но руки нечего здесь свои распускать То есть понимаешь Это было сознание Не просто потребителей Они бросили этот алкоголь Из-за которого они стояли в очереди И несмотря на то Что да Это были не милиционеры в форме Но эти люди обладали какой-то властью И они могли за это Как-то получить какое-то наказание Привлечь их к какой-то ответственности Но им было плевать на это Что-то происходит неправильно Они выскочили из этой очереди И побежали защищать Вот мне показывают там по телевизору Знаешь там эти хроники Как стоят там куча алкоголиков Возле магазина Вот в Советском Союзе И они там лезут Какие-то пропитые рожи такие Которые Да там были в этих очередях Я их видел эти очереди Там были такие синяки Которые были с пропитыми лицами Но их было мало Их там была какая-то часть небольшая Остальные это стояли нормальные люди Которых просто вынудили стоять В этих очередях Это было создано искусственно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok